Большие кошки крайне опасные создания. Благодаря своим размерам и хищническим инстинктам они способны победить многих. Многих, но не всех. Им могут дать отпор питоны, дикобразы, медведи и даже журавли. Посмотрим, как это выглядит. В этом выпуске я покажу вам случаи, когда большие коты связались не с тем соперником. Леопард против питона Пару лет назад туристы в кенийском заповеднике Маса и Мара стали свидетелями драки между леопардом и питоном. Внимание участников сафари привлекло нападение большой кошки на иероглифового питона. Казалось бы, разница в размерах очевидна. Питон выглядит явным андердогом в таком противостоянии, но не все так просто. Несмотря на нападки леопарда, питон пытался отбиваться и сопротивляться изо всех сил, а в один момент змея обвила леопарда и попыталась его задушить. На какой-то момент показалось, что леопард вовсе проиграл сражение, но он хорошо себя проявил. Кошка ловко вырвалась из крепких объятий и отскочила на безопасное расстояние. По итогу хищник победил питона, нанеся ему множество укусов и ударов, но победа досталась ему очень непросто. Леопард пострадал, получив серьезные травмы. Уходя с поля боя, он прихрамывал. Как видите, питон далеко не легкий соперник даже для такого хищника, как леопард. А что насчет львов? Цари зверей крупнее леопардов, а значит у них должны быть более высокие шансы на победу, правда? Что ж, посмотрим. На этих кадрах мы видим львенка, который кружит вокруг змеи. Да, львенок это, конечно, не грозный огромный лев, но все же это будущее, гроза саванны. Как этот молодой боец покажет себя? Поначалу кошка приглядывается к змее и оценивает ее. Змея понимает, что драки не избежать и предпочитает использовать проверенную тактику – бить первой. Вскоре после выпада рептилии, сражение переходит на землю. Змея пытается обернуться вокруг шеи львенка, чтобы задушить его. Малыш сопротивляется до последнего, пиная змею, но скинуть ее у него едва ли получается. К его счастью, на помощь подтягивается прайд, который помогает молодому бойцу. Змея повержена лишь общими усилиями, а малыш принимает помощь от своей мамы, которая зализывает его раны. Львица и змея. А что, если под зубы змеи попадет большой лев? Что будет с ним в этом случае? Ответ на этих кадрах. Самого боя тут нет, зато есть его жуткие последствия. Царь зверей получил ядовитый укус от змеи и теперь страдает. Животное мечется возле водоема, трясет головой и пытается облегчить боль. Члены его прайда стоят неподалеку и с жалостью наблюдают за этим зрелищем. К сожалению, помочь льву никак нельзя, вряд ли ему удастся выжить. А вот еще одна жертва змеи. Этот лев явно напал не на того противника или не смог грамотно провести поединок. Он получил ядовитый укус и теперь ему отведены последние минуты жизни. Царь зверей падает на землю, бьется в судорогах и вскоре успокаивается. Но хорошего в этом мало, видимо его конец уже очень-очень близко. Ладно, не будем о грустном. Следующие кадры, снятые в китайском зоопарке, вас удивят и даже развеселят. На них мы видим японского журавля, который залетел в тигриный вольер. Хищники опешили от такого наглого поведения и принялись гоняться за птицей по всему вольеру. Но журавль не из простых, он не столько убегал от тигров, сколько контратаковал. Расправив крылья, журавль наступал на них с таким напором и уровнем агрессии, что хищникам самим приходилось пятиться и убегать. Эти большие кошки напали не на того соперника. Кажется, они не знали, что журавль прирожденный боец. Не зря в честь этой птицы назвали один из стилей кунг-фу. Сотрудники зоопарка вскоре заметили происходящее и спасли птицу. В результате схватки она все-таки получила ранения, хотя и несерьезные, но разве это имеет значение? Не каждый ведь день гоняешь двух тигров одновременно. Большим кошкам, наверное, было стыдно после такого провального боя. Отпор грозным кошкам может дать не только элегантный журавль, но и дикобраз. Наверное, вы уже догадываетесь, как именно, но лучше это увидеть. Смотрите дальше, чтобы увидеть дикобразов, отбивших нападение целого прайда львов и леопарда, а также узнать о других случаях, когда большие коты связались не с тем соперником. Дикобраз против леопарда. Битву леопарда и змеи мы уже видели. Как проявит себя пятнистый зверь в битве с колючим дикобразом? Смотрите сами. На этих кадрах мы видим двух дикобразов, идущих по саванне. Неподалеку бродит леопард, который уже грезит о том, как сегодня он пообедает двумя дикобразами. Тактика подготовлена. Леопард затаился в засаде, дожидается, пока один из дикобразов окажется рядом и стремительно нападает на него. Атака не вышла. В последнюю секунду большой кот резко передумал нападать. Но есть еще второй колючий зверь. Леопард бросается на него, налетает на дикобраза и, естественно, напарывается на острые иголки. Это быстро отрезвило хищника. Охоту на этом он решил закончить. Оператору удалось заснять леопарда с торчащими из тела иглами. Леопарду теперь придется долго зализывать раны. Зато теперь он знает, нападать на колючих дикобразов точно не стоит. Это не самые подходящие соперники. Дикобраз против льва. В предыдущем видео численное превосходство было на стороне дикобразов. Тут же все наоборот. Совсем наоборот. Целых семь львов и всего один дикобраз. Такую картину засняли несколько лет назад в южноафриканском парке Крюгера. Ситуация кажется совсем безвыходной. Ну как один нехищный зверек способен противостоять целым семи первоклассным охотникам? Запросто, если ты смелый дикобраз. Колючее создание не собиралось сдаваться и отважно приняло бой. Дикобраз грамотно отбивался от львов, реагируя на каждый выпад хищников. Малыш подставлял иголки под любой удар и всего за минуту победил весь прайд. Не может быть. Львы получили кучу уколов и испорченное настроение. Они приняли верное решение – сдаться пока не поздно и уйти от этой бесстрашной колючки. Пума – это, конечно, не африканский лев или леопард, но все-таки достаточно крупное животное. Пумы охотятся даже на оленей, причем достаточно успешно. А как Пума поведет себя при встрече с менее крупным зверем? На этих кадрах мы видим, как Пума заметила американского барсука. Пума осторожно подходит к барсуку, пытаясь изучить свой будущий обед, но у барсука были другие планы. Эти животные тоже хищные, а значит, не станут просто так давать себя в обиду. Почуяв приближение неприятеля, барсук развернулся, встал в стойку, а затем совершил выпад в направлении Пумы. Всего пары движений оказалось достаточно. Пума отошла и решила больше не связываться с этим агрессивным зверьком. Тигр против медведя Слышали когда-нибудь о медведях-губачах? Возможно, для многих из вас этот вид животных в новинку, ведь в основном мы все знаем лишь белых и бурых медведей. Мы знаем, что эти медведи очень опасны, но ученые считают, что самыми смертоносными в мире являются именно губачи. Статистика говорит сама за себя. Например, с 1989 по 1994 годы было зарегистрировано 735 нападений губачей на людей, 48 из которых стали трагическими. Как в бою с таким киллером проявит себя не менее жуткий и опасный зверь? Одному фотографу удалось запечатлеть схватку бенгальского тигра и губача в Индии. Тигр повалил противника на спину, вцепился в него зубами и удерживал лапами. Медведь отчаянно сопротивлялся, но не мог выбраться из мощной хватки. Как говорит фотограф, тигру даже удалось прокусить медведя. Казалось, что губач уже полностью повержен, однако большой кошке не хватило выносливости. Тигр устал и отпустил медведя, но схватка на этом не закончилась. Медведь встает, отступает, а затем бросается на тигра. Губач догнал кошку и укусил ее за лапу. Вот теперь бой окончен. После изнурительной борьбы два зверя успокоились и разошлись по разные стороны. Как по мне, тут боевая ничья. Гепард и крокодил. Вернемся в Африку, где происходят самые зрелищные и интересные противостояния между животными. В конце прошлого года гиду национального парка Крюгера удалось заснять кадры битвы между гепардом и крокодилом. Хотя битвой это назвать сложно. Самка гепарда прогуливалась с двумя взрослыми детенышами возле водопоя. Вскоре один из молодых самцов спустился к водопою и принялся аккуратно лакать воду. Это стало ошибкой неопытного зверя. Кошка не заметила, что в водоеме скрывался большой крокодил. Не прошло и нескольких секунд, как рептилия бросилась на гепарда из воды, быстро и цепко схватила его за шею и уволокла под воду, уплывая все дальше от берега. Гид, а также мать молодого самца наблюдали за происходящим с берега. Самка гепарда до последнего надеялась, что ее сын вот-вот появится на поверхности, но, к сожалению, этого не случилось. Вскоре бурление в воде прекратилось, а это значит, что гепард стал обедом рептилии. Мир животных жесток. Этот мир страшен, алчен и жесток. И даже один единственный лучик солнца они уничтожат. Леопард и крокодил Крокодилы расправляются не только с резвыми гепардами, но и с мощными леопардами. Эти кадры вновь были сняты в Национальном парке Крюгера. Туристы стали невольными свидетелями победы огромного крокодила над леопардом. Кадров самой битвы нет, но зато мы можем увидеть, как рептилия готовится к обеду. Судя по всему, крокодил победил свою жертву буквально за несколько минут до прихода рейнджеров и туристов. Отворачиваясь от света фонарика и вспышек камеры, рептилия с трудом уволокла леопарда в реку, где приступила к трапезе. Что ж, а на этом все. Напишите в комментариях, какая битва впечатлила вас больше всего. И спасибо вам большое за просмотр.